Добро пожаловать на лекцию про SSH, а точнее, как сделать так, чтобы SSH подключался к удаленному компьютеру, не спрашивая имя и пароль. Мы хотим подсоединяться с помощью авторизации сертификатов. У меня будет Private Key и Public Key, и я перепишу свой Public Key, публичный ключ, на удаленный компьютер. И после этого я смогу к нему подключаться автоматически без имени и пароля. Авторизация будет с помощью моего Private Key, личного ключа. Очень удобный способ. Давайте начнем с того, что посмотрим, как работает обычный SSH, и поймем досконально, как он работает. Мы начинаем с того, что мы подключаемся через SSH к удаленному компьютеру, и он нас предупреждает, уверены ли мы, что это правильный компьютер. Он предоставляет нам fingerprint, отпечаток пальца, и я могу его сравнить с тем компьютером и убедиться, что я подсоединился к правильному компьютеру, а не какой-то хакер, который подделал себе этот же IP-адрес внутри моей сети и хочет своровать мои имя и пароль, которые я впишу во время логина. Это против man-in-the-middle, то есть я проверяю, что я подключаюсь к правильному удаленному компьютеру. После того, как я ему сказал yes, да, он добавил этот компьютер в список разрешенных, то есть и компьютер, и его отпечаток пальца. И мы пишем сейчас пароль, и у нас не получается зайти на удаленный компьютер из-за того, что мы пытаемся зайти от пользователя Yoni, а такого пользователя на том компьютере просто нет. То есть SSH по умолчанию подсоединяется к IP-адресу компьютера, который вы ему пишете, под именем пользователя, который сейчас находится в вашей системе. Поэтому мы указываем SSH, промежуток, root, имя пользователя, который там существует, собачка и IP-адрес или имя удаленного компьютера. Он у нас опять спрашивает имя, но в этот раз мы заметим, что он уже увидел, что отпечаток пальца этого компьютера совпадает с его разрешенным списком, и больше у нас не спрашивал, уверены ли мы, что это правильный компьютер. И давайте я вам покажу, что мы действительно на удаленном компьютере. Мы видим, что его IP-адрес 201, а на нашем локальном компьютере IP-адрес 154. Заметьте, что я сделал exit и вышел и закрыл connection, соединение с удаленным компьютером. И мы видим, что действительно это два разных компьютера. В Linux принято делать как remote desktop, только через SSH без графического интерфейса. Но нам это не решило задачу. Наша задача была подсоединяться без имени и пароля вообще, авторизацию сделать с помощью сертификатов. Мне неудобно писать каждый раз имя и пароль, хоть это и возможно, особенно если это автоматический джоб, который происходит ночью. Перед тем, как мы перейдем к сертификатам, давайте я вам покажу, что в локальной нашей папке SSH есть новый файл. Появился новый файл, называется knownhost, известные хосты. И именно в нем находится вот этот отпечаток пальца сервера 201. Вот именно по этому списку он проверяет, что я подсоединяюсь к правильному серверу, а не какой-то хакер поднял свой компьютер под этим IP-адресом и хочет дождаться, пока я наберу имя и пароль, и своровать мое имя и пароль, а потом подсоединиться уже к настоящему серверу от моего имени. Это называется man in the middle, человек внутри. Но это не важно, это разные виды атак. Мы проверяем, что это настоящий сервер, а не какой-то подделанный. Дальше. Давайте мы сделаем все-таки public и private key. Пишем sshcajun, и он нам вырабатывает public и private ключи по алгоритму RSA, известный принятый алгоритм. Он у нас спросил, куда сохранить ключ private, какой пароль к private ключу. Private ключ — это всего лишь файл с циферками, и можно его зашифровать паролем, который будет только у меня в голове, и если у меня сворует этот файл с жесткого диска, он все равно будет зашифрован паролем. Этот пароль знаю только я. Я не использую пароль для шифрования private ключа, мне такой уровень безопасности на данный момент не нужен. И мы видим, что у нас в конце скрипта есть два файла — private key и public key. Давайте посмотрим на содержание этого файла. Продолжение следует... ...